всем привет есть интересное выступление в бундестаге депутата кина хрупала которые я предлагаю сейчас посмотреть тема выступления связана с ситуацией в израиле участием во всем этом германии и некоторых моментов миграции в описании видео для вашего удобства будут тайм-коды кстати не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно этого выступления и заявление так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу тина крупала уважаемая госпожа президент уважаемые дамы и господа уважаемые граждане почти чувствуешь себя перенесенным февраль 2022 и последующее время снова обострилась ситуация с безопасностью в мире и снова разгорелась новая война каждая военная ситуация отличается но влечет за собой схожие последствия смерть разрушения бегство и страдания поэтому мы скорбим вместе с родственниками всех невинных жертв этой войны я также хотел бы пожелать всем присутствующим близким всего наилучшего в надежде что они смогут снова обнять своих близких поэтому мы решительно осуждаем нападение хамас на израиль убийством и похищением мирных жителей нет оправдания ни с одной из сторон и дорогие коллеги именно поэтому мы должны приложить все усилия чтобы избежать одного война на ближнем востоке не должна перерасти в полномасштабный пожар это включает в себя сопротивление законом военного времени и хотя это трудно предоставление голоса дипломатии израиль конечно должен защищаться от нападений право на самооборону предусмотрено международным правом и согласуется с уставом оон израиль должен соблюдать соразмерность в этом гуманитарные катастрофы не должны возникать и государства региона должны предотвратить эту эскалацию федеральное правительство должно помогать и оказать поддержку в этом они продолжать подогревать настроение федеральный канцлер шольц идет по этому пути именно в этот раз своим визитом в тель-авив и каир он показал что переговоры и посредничество это необходимость часа необходимо обеспечить базовую помощь гражданскому населению в израиле и палестине ваш хамас должен освободить ваших заложников а федеральное правительство должно выступить за немедленное освобождение и безопасное возвращение похищенных немцев и она пока что сделала слишком мало для этого однако я обеспокоен голосами которые просачиваются наружу из фракции союза и господин мертв вы говорили о жаргоне похоже что здесь нельзя ждать обострения войны коллега кизель ветер гремит своими словами по всему миру мы должны быть готовы цитата защищать безопасность израиля своими жизнями дамы и господа эту словесную перепалку которая вызвала недовольство даже в хдс мы до сих пор знали только от свободных демократов фрау штраф циммерман во время войны на украине моя фракция я особенно в случае израиля и палестины заинтересованы в восстановлении мира в этом регионе который десятилетиями раздираем конфликтами и обращаясь к господину кизи ветеру пожалуйста поймите мы хотим мира мы не хотим отправлять наших детей на военные операции и да мы тоже хотим солидарности но твои слова безответственны и несовместимы с нашими ценностями посмотри как реагирует мировое сообщество и прежде всего что это может означать для германии и европы политики должны понимать что происходит когда почти весь ближний восток горит что происходит когда ливан или иран оказываются втянутыми в эту войну там очень быстро появляются сша и соединенные штаты никто не может и не хочет представить себе эту ситуацию только в терминах подходов потому что как израиль сможет когда-либо снова жить в безопасности и мире в регионе я прошу всех в этом парламенте сначала ответить на этот вопрос и вооружиться языком и уважаемые коллеги мы ведь тоже учитываем в оценке ситуации реакцию мнения пострадавших регионов вот как президент египта аш-шиси выступает против переселения палестинцев на синаи полуостров стал базой для нападений на израиль процесс нормализации отношений израиля с саудовской аравией остановлен министр иностранных дел ирана призывает членов организации исламского сотрудничества отменить нефтяное эмбарго и выслать израильских послов саудовская аравия призывает своих граждан покинуть ливан и поэтому здесь не должно быть дальнейшей эскалации дорогие коллеги и в этот момент я призываю федеральное правительство найти столь же четкие слова наконец поставь на первое место свои собственные интересы интересы германии еще одна и новая волна миграции в европу и германию не в наших интересах в любом случае вы должны предотвратить это господин шольц и поэтому я прошу вас также вмешаться в брюссельский европейский совет террористической организации и антисемитизму нет места в германии а тем более потенциальные преступники должны быть немедленно и последовательно депортированы германия не должна финансировать хамас и структуры связанные с хамасом и они не должны становиться угрозой безопасности германии вот почему наконец изучите запрет и ведите его как можно скорее глядя на зону боевых действий речь идет о гуманитарной поддержки и жизнеспособных вариантах решения именно так китае россия предложили гуманитарное оружие правда эта революция была отвергнута в совете безопасности он конечная цель и это безусловно выше всех фракций консенсус однако заключается в том что необходимо предотвратить больше смертей мирное урегулирование должно продолжаться несмотря на политические разногласия только так прекратится кровопролитие и станут возможными долгосрочные структурные проекты в регионе целью дипломатии должно быть нахождение жизнеспособного решения для достижения прочного мира на ближнем востоке это также отвечает интересам германии единственное средство с помощью которого германия и немецкий бундестаг могут действовать здесь это призыв к удовлетворению федеральное правительство не должно быть в состоянии нести частичную ответственность за войну на ближнем востоке нам нужна политика основанная на интересах нам нужна свободная и мирная торговля нефтью и газом нам нужны торговые пути небезопасные коридоры они война и вражда большое тебе спасибо и так интересное получилось выступление и особенно интригующий момент с претензиями тина хрупала к мари агнес штарк циммерман по поводу того что германия должна быть готова защищать израиль даже задействовал немцев в общем давайте теперь обсудим все эти моменты а также заявление тина хрупала в комментариях под видео думаю что вам есть что сказать на этом все подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соц сетях спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока